Да? Надо ему сказать, я не буду. Он скажет, я тебя брошу тогда. Как хочешь. Это его проблема. Но женщина, которая не делает аборт, защищена Богом. Чаще всего он побесится, побесится и успокоится. А вы в это время защищены ребенком уже. А он бесится, бегает вокруг. Ничего страшного, он успокоится потом. А потом, когда вы родите ребенка, он придет посмотреть, что родилось. И увидит. Да блин, да это же мой ребенок, он на меня похож. Отдавай ребенка. Он скажет, не отдам. Мой ребенок хочет жить вместе с нами, живи, будет твой тоже. Когда ребенок рождается, мужчина уже по-другому себя ведет. Он чувствует, что есть за что сражаться. Понимаете, нет? Поэтому женщина должна вынашивать ребенка, чтобы он никто не сказал. Но если вы видите, что он угрозает, он может сделать выкидыш искусственно, ударить по животу, то есть означает совсем плохой человек. Надо тогда жить отдельно. Уехать и вынашивать у родителей. Ну, вынашивать ребенка надо по-любому. Это даст защиту и счастье в жизни. Даже если муж хочет, чтобы был аборт, не имеет значения. Понятно? Некоторые люди думают, мы не готовы ребенка сейчас вынашивать. Не готовы. Почему? Потому что у нас финансов не хватает, нищета, разруха. Знаете, что это все решает Бог. Хватает у вас финансов или нет. Вы начали вынашивать, Бог будет давать деньги. И на работу появится работа. У ребенка же своя судьба. Ему надо жить. И он будет все организовывать. Его карма будет организовывать. Его жизнь. Мы просто не знаем, как все в этом мире устроено. Поэтому мы свои выводы делаем. Жить с этим парнем или нет, я не знаю. Надо просто с ним дальше встречаться, продолжать. Вы хотите, чтобы Олег Геннадьевич за вас все решал, да? Потом будете говорить, Олег Геннадьевич мне жизнь всю испортил. Олег Геннадьевич сказал, чтобы я с ним жил. Я теперь из-за него мучаюсь. Ничего у вас не выйдет. Сами встречайтесь, решайте. Четыре года назад маму парализовало инсульт. Пять дней без сознания. Я ходила в церковь на службу каждый день. Покаялась, исповедовалась, покаялась исправить. Батюшка дал молитвы, которые я читала дома. На пятый день, держа ее руки и читая молитву, мама ушла. Я продолжал молиться. Первые три года было очень тяжело без нее. Сейчас стало легче. Можно ли у нас узнать, где она сейчас? И помогли ей молитвы или нет? А кто задал вопрос? Как зовут маму? Как зовут маму? Она очень сильно связана с вами, любит вас. У вас с ней отношения очень глубокие продолжаются. Она была на низших планетах. Сейчас она поднялась оттуда. И она находится на среднем уровне, фактически, на нашем уровне сейчас. И очень скоро она попадет в лоно какой-то мамы. То есть она скоро будет получать рождение уже. Если продолжать молиться, все больше и больше вы будете помогать. Это и есть настоящая жизнь. Не для себя жить, а для людей других. Молиться за них, заботиться о них, своей молитвой. Сердце от этого становится чище и лучше. И жизнь становится счастливее. И Бог так сильно любит таких людей, которые так живут. Он сам лично заботится о них. Видите, с того времени, как вы молитесь со своей мамой, у вас в жизни что-то поменялось. Появились другие люди, вокруг друзья. Так или нет? Так. У вас есть возможность где-то получать знания уже. Вы живете по-другому как-то уже. Легче жить стало. Нет такой неуверенности, куда бежать, что делать. Так? Это забота Бога все это. Бог заботится уже о вас. И чем дальше, тем больше будет заботы. У кого есть вопрос по теме учебы? По теме учебы? На все имеет влияние. Мы же связаны. Вот, допустим, я убила в своем чреве ребенка. На все идет влияние. Неблагоприятно влияет на всех родственников. На все вокруг. Мы все связаны. Или я делаю что-то хорошее, хорошо влияет. Делаю плохое, плохое влияет. Теперь, допустим, я знаю, что это плохо. Надо раскаиваться. Раскаяние очистит сердце, и все будет хорошо. На вас? А вы молитесь за нее. Все? Этого достаточно? Мы изучаем джотиш, но не смогли понять, и нам нужно, наши учителя не смогли объяснить. Какие показатели вы имеете в виду, говоря, сильная или слабая планета? Хороший вопрос. Плохого или хорошего качества? Если вас не затруднит, объясните, пожалуйста. Это означает неправильное образование. Почему? Потому что такие вещи... Ну, допустим, я изучала, как выйти замуж правильно. И как бы вы говорили о двух показателях. О двух показателях. Мужчина должен быть сильным и честным. Вот все, что я изучила, я не могу понять, что значит сильный человек, волевой, и что значит честный. Значит, ты ничего не изучила. Потому что первое, что человек должен понять в астрологии, что планета бывает сильной. Вы сейчас говорите мне о технических терминах. А я вам сейчас буду говорить, что значит сильная планета. Допустим, сильная планета, Солнце, сила Солнца, значит человек ответственный. Если человек ответственный, значит Солнце сильное, безответственное, слабое. Допустим, ты рассчитал в карте, человек должен быть ответственным. Как проверить твои расчеты? Посмотри, он ответственный или нет. Если он неответственный, твои расчеты неправильны. Смотрите, как современная астрология работает. Люди просто дают человеку карту и до свидания. Но древняя астрология так не работала. Человек жил жизнью другого человека, понимаете? Люди жили в одном месте все. Астролог жил вместе с теми, к кому он рассчитывает карту. Означает, что он сказал, что возможно такое событие, потому что астролог никогда не должен считать себя Богом. Он не должен говорить, будет точно такое событие. Это означает, что ты уже немножко того. Это Бог решает, будет или нет, а не ты. Итак, возможно, будет такое событие. Дальше он смотрит. Если события не было, он сверяет это с картой. Итак, что значит солнце сильное? Это значит ответственный человек, способный выполнять свои обещания. Дальше, что это значит? Это значит, что человек имеет власть. Власть. Так? И так далее. Что значит солнце качественное? Это означает уже, что его чувство собственного достоинства имеет необычную природу. Солнце качество, солнце отвечает за чувство собственного достоинства человека. Если человек ответственный не просто за свою жизнь, ответственный означает сила. Я очень ответственный, очень властный, очень болевой. Это сила. Теперь качество. Человек отвечает за других. Он хочет, чтобы у других было все хорошо. Его ответственность распространяется на общество, на людей. Сказал, сделал. Сила солнца. Сказал, сделал. Вопрос для кого? Если сказал, сделал для себя, значит плохое качество. Если сказал, сделал для других, хорошее качество. Понимаете? Если вы увидите, какие конкретно показатели в карте это определяют, вы можете это изучить очень просто. Смотрите карты, смотрите солнце. Сравнивайте это с жизнью. И вы увидите, какие показатели указывают на силу солнца, какие на качество. Я не могу вам технические термины эти сказать, потому что я не изучаю классическую астрологию Джотиш. Мне это неинтересно. Я пошел другим путем. Понимаете? Астрологию можно видеть на людях. Мне это проще. Я могу глядя на человека сказать, сильное солнце или слабое. Хороший или плохого качества. Зачем мне копаться в гороскопе? Подумайте. Если и так это все вижу. Астрология нарисована на человеке уже. Можно глядя на человека, определить, когда у него будет плохой период, когда хороший. Что у него сейчас с ним происходит, видно на человеке. Зачем мне тогда нужна астрология? Допустим, у вас сейчас склонность болеть. У вас сейчас такой период идет. Нет, вот девушка спереди. Я вам говорю это. Что вам надо беречься от болезни сейчас. У вас сейчас такой период. Все. Можете рассчитывать, не рассчитывать. Это мои слова. Надо быть осторожным со здоровьем сейчас. Потому что есть вероятность заболения. Это мои слова. Я это говорю, потому что это вижу. У меня нет сомнений в этом. Это значит кушать осторожнее, купаться в холодной воде осторожнее, осторожнее ездить в путешествия, делать все осторожно то, что может привести к болезням. Понятно, что это значит? Ну ладно. Я хотел бы вопросы больше по учебе. Потому что у меня много вопросов по семейной жизни. Целая стопка. Я думаю, что это мы будем завтра делать. Потому что как раз по семейной жизни, по успеху в личной жизни, будет лекция сегодня вечером. Поэтому я хотел бы... Вот здесь в основном такие вопросы. Я хотел бы сейчас, сегодня, чтобы вопросы в основном по учебе были. Потому что тема серьезная. И не до конца раскрыта была на лекции. О, интересно. Вызов такой. Вера в глаз и порчу — это вид безумия. Это признание того, что жизнью владеет кто-то другой. Кто-то может прийти и испортить тебе жизнь. А ты сам якобы ни при чем. Более того, вера в порчу означает, что вы не верите в Бога, в Его защиту. Вы не верите в себя, в свои силы, в свою карму, наконец. Ее из глаз нужно выбросить из головы. Безжалостно и раз навсегда. Это ваша цитата из лекции. А мне ясновидящий сказал, что мой муж чуть не умер от проклятия, порчи, наведенное колдуном, оплаченной врагом. как защититься или как настроиться правильно, если верить вам. Кто из вас лично знает человека, который может убить своими молитвами? Поднимите руку. Нет. Кто из вас лично знает человека, который своими молитвами может убить другого человека? Или искалечить? Вы знаете такого человека. хорошо, вам вопрос. Вот он может меня своими молитвами бить или нет? Почему? Нет, вы ошибаетесь. Другая причина. Потому что я не верю ему, этому человеку. Это все. Защита означает, что я не верю этому человеку. Ну, допустим, идет сеанс гипноза, зал большой. Кого выбирает гипнотизер? Он смотрит в глаза, видит, человек ему верит. Он берет его, вытаскивает и усыпляет, гипнотизирует. Дальше он что с ним может сделать? Все, что угодно. Может его убить, может все, что угодно с ним сделать. Потому что человек находится под полным подчинением. Почему? Потому что он выбрал такие правила игры. Смотрите, есть ли порча в этом мире? Есть. Если ты выбираешь эти правила игры. Понимаете, в этом и заключался мой ответ. Смотрите, что я говорил. Вера в глаз и порчу, это вид безумия. Я говорил о вере. Это признание того, что твоей жизнью владеет кто-то другой. Кто-то может прийти и испортить тебе жизнь, а ты сам якобы ни при чем. Так? Я говорил о вере. Теперь, если вы верите этому ясновидящему, который сказал, что ваш муж чуть не умер от проклятия. Это факт, что он чуть не умер. Вопрос от чего? От того, что у него была такая судьба. Есть ли проклятие или нет? Есть проклятие. Есть проклятие. Не против проклятия. Как оно работает, сейчас объясню. Вот, допустим, женщина жила с мужем. Она родила от него двух, одного, двух детей. Она его любила. Она относилась к нему хорошо, благородно. Он взял ее и жестоко бросил, потому что ему захотелось наслаждаться другой женщиной помоложе. Или просто другой женщиной. и в сердцах, когда он ее бросил, она подумала, подумала, ничего хорошего в твоей жизни от такого поступка не будет. Дальше вступает в силу закон Бога. Так как он нарушил правила жизни божественной, из ее сердца вышло наказание. И это наказание сбудется. Это называется проклятие. Теперь второй вариант. я ничего плохого никому не делал, просто жил. Так? И какой-то дядя Вася решил сделать так, чтобы мне было плохо с помощью своей молитвы. У дяди Васи получится, нет? Нет. Потому что я ничего плохого не делал. Санкций нет. Понимаете, это ведь не то действие, что дядя Вася подошел ко мне и дал кувалдой по голове. Это факт, что дядя Вася может подойти и дать кувалдой по голове, но это означает, что на это тоже была моя карма. Потому что если кармы не будет, он даже подойти ко мне не сможет. Даже если ему захочется проэкспериментировать, он не сможет найти случай, как дать мне кувалдой по голове. Но если мне положено, он найдет случай. Если я не буду молиться достаточно, чтобы сжечь эту плохую карму. Опять же, если. Слово есть. Но есть одна интересная вещь. Она заключается в том, что если ты поверила, поверила, что мужа сглазили, то тогда ты уже находишься под управлением других законов. В соответствии в то, во что человек верит, то он и получает в своей жизни. Если ты веришь, что тебя могут просто проклясть какие-то злые люди, значит, тогда ты включаешь этот механизм своей судьбы в исполнение. Пожалуйста, если нравится так жизнь, верь, что тебя могут проклясть, и ты получишь такой результат. Злые люди найдутся, и они будут мучить тебя только потому, что ты приняла правила такой игры. Веда объясняет, что есть три способа жить. Есть благостная жизнь по законам Бога. Ты веришь только в законы Бога и справедливость. Тогда в своей жизни действуют только эти законы. Есть страстная жизнь. Страстная жизнь это верить в законы страны. Допустим, благостные люди, они не боятся правительства. Страстные люди боятся. Почему благостные люди не боятся правительства? А потому, что у них другое правительство. Их охраняет Бог. Допустим, какой-то милиционер, допустим, заходит в храм. У вас порядок или нет здесь? Он такой строго себя ведет. Но на его строгость никто не обращает внимания, все улыбаются, говорят, хотите покушать освященной пищей? И дают ему эту пищу. Она пахнет просто так, что его сбивает с толку. Он раз поел и все, он уже не может ругаться дальше. Потому что все улыбаются, все счастливы. Его законы не действуют там. Почему? Потому что там другие законы. Вот если они законы Бога нарушают в храме, тогда там все будет разваливаться. И правительство придет, все разрушит, потому что будут санкции. Но если в храме все хорошо, и выполняются законы Бога, никто не придет и ничего не скажет. Они не имеют права. Даже если с точки зрения юриспунденции там делается все неправильно. Где вы видели, что в каком-то храме с точки зрения юриспунденции делалось все правильно? Они наплевали на эти законы юриспунденции. Они живут, как хотят в храме. У них своя жизнь. Как хотят они жить? Хотят по законам Бога. И этими законами они защищены. Люди, которые боятся правительства и верят в правительство, то правительство будет их мучить и будет защищать. Те, которые хотят жить для Бога, Бог мучает и защищает. И есть еще третья категория людей, которые хотят верить в преступный мир или в злую силу. Вот такие будут люди жить по законам этой силы и будут верить в нее. Допустим, человек верит, что преступники могут с ним что-то сделать. Обязательно придут. Если человек постоянно думает о преступниках, вот, допустим, женщина идет по улице и боится, что ее изнасилуют. Обязательно изнасилуют. Почему? Потому что она вошла в эти отношения. Она верит в это. Она, страх, что изнасилуют, означает вера в это. Значит, тебя изнасилуют. Как воин должен сражаться? Он должен сражаться так, что верить, что Бог сам решит, убьют меня или нет. И то, и другое хорошо. Если Бог считает, что мне надо умереть, значит, я умру для Бога. Если Бог считает, что я должен жить, я буду жить для Бога. И он смело сражается. Все. И все действия противника он воспринимает как волю Бога. У него страх есть? Нет? Нет. Если человек сражается не для Бога, а для царя, в этом случае у него есть страх, потому что кто-то может быть сильнее моего царя, кто-то слабее. А если человек сражается, потому что его заставили сражаться, купили его, заставили, то он даже сражаться нормально не будет, потому что у него вообще не будет смелости никакой. Он будет искать способ увильнуть сражения. У него сражения. Понимаете? Есть разные типы жизни. Выбирайте, думайте, выбирайте, какая жизнь вам больше нравится. Или защищает вас Бог, или вас защищает государство, или вас защищает преступный мир. Мир чертей, преступников, злых законов, злых духов, пьянства, наркомании, черного бизнеса, теневого. Где прибежище нашел, с теми будешь общаться. Решил водку продавать. Пожалуйста. Нашел приведущие, значит, в темных силах. Хорошо. Результат какой? Он в священных писаниях уже написан. Сначала тебе эти темные силы дадут много всего, чего хочешь. Вот чего хочешь, то и будешь получать в жизни. Потом придет время, и ты захочешь как-то, допустим, по-другому жить, к тебе придут ребята, фрейра, и скажут, ты уже повязан. Если ты сейчас это все бросишь, мы тебя убьем просто. И ты им говоришь, но если мы будем продолжать, мы пойдем в тюрьму. И они смеются, а ты что думал? Просто так здесь прожить? Конечно, попадем в тюрьму. Так все равно, находясь здесь, кто-нибудь тебя пришьет. Они говорят, конечно, кто-нибудь пришьет. А ты как хотел жить, по-другому? Нет, брат, ты повязан. Поэтому пришьют тебя или не пришьют. Попадешь ты в тюрьму или не попадешь, будешь жить так, как мы хотим. Видите? Это тоже уже означает законы. Что делать? У меня есть один друг, который знает, что делать. Он взял и начал молиться Богу о защите. В результате о нем забыли просто. Никто к нему не пришел, ничего не сделали с ним. О нем просто забыли. Все. И он живет нормально, как нормальный человек сейчас. Поэтому есть разные законы. По каким законам вы хотите жить, подумайте, решите для себя. Если вы хотите верить, что мужу покарми все это дано, значит покарми. Если его сглазили, испортили, значит так вы будете это все думать. И Бог вам поможет. Найдет таких людей, которые ясновидящих, в скобках, в кавычках, которые вам будут эту идею втулять. Если хотите знать, как Бог побеждает даже тех, кто может проклясть, я вам сейчас расскажу. Очень редко бывает так, что злые силы становятся настолько могущественными, что они сбивают людей с толку, но не божественных людей. Где-то 150 лет назад жил такой человек, Бхактивинот Хакур его звали. Вы знаете, в Индии, в ведической культуре есть много разных людей. Там все описывается. Там описывается, как для Бога жить, как для чертей жить. И человек может выбрать себе любую жизнь, какую хочет. Понимаете? И периодически появляются в Индии люди, которые обладают огромными мастическими силами и заставляют людей считать себя Богом. Один такой человек 150 лет назад жил, и он уводил женщин от мужей, занимался с ними сексом, и говорил, что это я Бог, я должен с вами сексом заниматься. От него рожались дети. Он держал людей в жутком страхе, потому что он обладал огромной силой влияния на них. И этот человек, английское правительство, которое тогда управляло Индией, оно очень сильно взволновалось. Попросило этого человека, который служил Богу, занимался духовной практикой, очень возвышенной, помочь им наказать этого человека. Он приехал к этому человеку и сказал, пожалуйста, перестань этим заниматься, иначе ты сядешь в тюрьму. И этот человек сказал, ты кому это сказал? Ты знаешь, кому это сказал? Ты помрешь, и все твои родственники помрут в ближайшее время, он ему сказал. И тот поехал. И дальше что началось? Его жена просыпалась ночью и чувствовала, вела себя как безумная. То есть она бегала по дому, металась. У него началась болезнь у самого. И он просто сел и начал молиться, не обращая на это все внимание. И он молился, 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 молился. И постепенно эта сила, влияние злая, начала ослабевать, потому что Бог всегда побеждает. Потому что человек предан Богу. Не верить в эту силу, а верить в Бога. Его заставляли поверить в эту силу, но он не верил. И потом он, когда он победил уже, он взял двух солдат, приехал в это селение, подошел к этому человеку и сказал, вы арестованы. Взял ему, связал руки, его отвезли в тюрьму. Когда он находился в тюрьме, он с новой силой начал влиять на этого человека, постепытаться. И тот продолжал молиться. И Бог, ему в молитве было видение. Бог пришел к нему, ну как бы голос божественный сказал, ты как бы сдал те экзамены, которые я тебе сделал. А теперь знай, что сила этого человека находится в его волосах. Поэтому просто попроси кого-нибудь, чтобы ему состригли его длинные волосы. И на этом все будет закончено. Ему состригли волосы, и через три дня он оставил тело. Он не смог жить без своей силы, потому что его сила содержалась в этих длинных волосах, мистической. Да, история абсолютно документирована, реальная. Она произошла 150 лет назад. Могу вам сказать по секрету, что сейчас таких людей практически нет. Кишка тонка, быть таким сильным, чтобы заставить болеть другого человека. Кишка тонка. Для этого надо быть очень сильным человеком. Очень много аскез в жизни совершать. Сейчас люди живут такой жизнью, что они в основном пьянчушки все. Понимаете? Еле-еле выживают. Уж себе не могут помочь. Не то, что там кому-то другому что-то сделать. Поэтому таких людей, которые могут реально испортить кому-то жизнь, очень мало сейчас. Крайне мало. Понимаете идею, нет? Поэтому не надо думать, что именно вашему мужу повезло встретиться с таким человеком. А? Ну, не важно, как бы кто написал, я просто говорю. Я от лица вот этой записки. Идея в чем заключается? В том, что это все чаще всего выдумки. Просто выдумки тех, кто пытается людей настроить на этот лад? Интересно знать, что когда человек думает, что его испортили, допустим, родственники, между родственниками и им устанавливается отрицательная связь. И родственники действительно начинают так себя вести. Они действительно злятся на тебя. Почему? Потому что ты считаешь, что они злятся на тебя. Это как колдовство такое включается. И кто людей портит? Вот эти вот женщины, бабки, которые, или ясновидящие, которые говорят, тебя испортили. То есть они тебе веру дают в это, и ты начинаешь так жить. Вот они тебя испортили, эти люди. То есть порча есть. Кто портит? Те люди, которые говорят, что вас испортили. Потому что они вам дают эту веру. Вера дана, все, у тебя такая жизнь пошла. Такая вы. И ты потом начинаешь смотреть передачи опять и фильмы про такую жизнь. Крюгеры в твоей жизни появляются разные в этих передачах. Это называется «Жить под влиянием духов», потому что все эти фильмы находятся под влиянием духов. И люди, которым ты общаешься, тоже будет у тебя круг такое общение, тоже такие, которые под влиянием духов. И ты будешь уверен, что сто процентов это работает. Бог тебе будет помогать в этом быть уверен. Веды говорят, что во что бы человек не захотел верить, Бог ему помогает укрепиться в этой вере. Для того, чтобы получить окончательный результат. Нужно тебе в этой жизни или нет? Поэтому духи есть, реально. Они могут порабощать людей. И психушки все наполнены такими людьми. Да? Что у тебя будет несчастный случай. Как избавиться от этой мысли? То есть вы верите в несчастный случай. Означает, надо молиться и учиться верить в святого человека. Когда человек верит в святого человека, он не может верить в несчастный случай. Интересно знать, что святой человек, когда ему молишься, может прийти к тебе в жизни и сказать, у тебя тоже будет, у тебя все-таки будет несчастный случай. Но это от Бога. Не бойся этого несчастного случая. Он поможет тебе укрепиться в вере. Такое тоже бывает. Но чаще всего никакого несчастного случая не будет, если человек верит в Бог. Он защищен. Я именно схожу с ума от того, что мне все интересно. Я и то хочу знать, и то, и то. В результате я занимаюсь ничем. Всему учусь. Как узнать свое? Как услышать свое сердце? Встаю рано, молюсь, слушаю ваши лекции. Блэкта, Рузова. Хочу больше, больше лекций. Узнаю. Узнаю себя 20 лет назад. Это хорошо. Это значит, что вы пропитались вот этим вкусом благости. Вы хотите больше узнать. Вам надо слушать лекции больше, больше, больше. Мне из Риги один человек написал такую благодарность. Говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции. Я теперь ночью сплю. Когда я ваши лекции включаю, мне так спокойно становится, я засыпаю под ним. От этого не мог заснуть. Понимаете, Бог защищает. Слушайте больше. Вы найдете потом себя. Понимаете, первая стадия развития человека, он начинает все узнавать, изучать. Это хорошо. Он открывает для себя новый мир. Сначала человек, допустим, никогда не видел леса. Он увидел, допустим, лес, он бегает, смотрит все везде. Смотрит. Потом он где-нибудь остановится. Но сначала надо все смотреть. Это хорошо. Потом какая-то вера будет в твоем сердце жить глубже. Но сначала надо все смотреть. Но если вам уже не хочется все это смотреть и изучать, а вы продолжаете вот так же жить, это уже болезнь. Надо останавливаться. Надо найти своего наставника и уже двигаться в своем направлении. Просить Бога именно об этом. Скажите, пожалуйста, почему бывает так, что никак не получается встретить старших, чем я? Попадаются только младшие на 2-8 лет. Опять это по личной жизни вопрос. Потому что можно его по-другому истолковать. Почему не получается встретить наставника старших? Ну, здесь очевидно, как бы вопрос по личной жизни именно. Очень просто, почему не получается. Потому что, смотрите, когда девушка выходит за мужчину, который младше, чего она хочет? она хочет балдеть. Балдеть. Потому что с тем мужчиной, который старше, не побалдеешь ведь. Старше означает строже. Старше мужчина означает. У него больше жизненного опыта. Он тебя считает младшей уже. Означает, будет вести себя серьезно с тобой. А я не хочу серьезно. Я хочу балдеть. Значит, младше будет. Какое желание в сердце, таких будешь встречать. Если хочешь просто наслаждаться жизнью рядом с мужчиной, значит, тогда младше. А если ты хочешь жить с ним, означает строгость. Тогда старше. Поняли женщины, мысль мою или нет? Вот так всегда работает. Нормально. Нормально. Но если одного возраста, значит, женщина не сможет подчиняться мужу сразу. Ей надо себя, придется ей переломать, заставить. Ей трудно будет сразу подчиняться. Потому что не бывает одного возраста мужчины и женщины. Мужчина и женщина одного возраста означает, что женщина старше. потому что женщина развивается быстрее, чем мужчина в плане личной жизни. и поэтому нужен мужчина постарше, чтобы баланс произошел. Женщина в личной жизни быстрее развивается, у нее больше опыта, она быстрее обретает силу. А муж означает, что мы отношения в личной жизни живем. У нас же нет отношений на производстве, у нас отношения в личной жизни. Поэтому женщина, она даже, если сильно старше муж, она все равно его перепрыгнет потом. Она будет считать его, что он не соображает ничего, даже если она 10 лет старше, все равно. Женщина все равно в личной жизни на мужа залазит и это, и перелазит. То есть она все равно стремится господствовать в личной жизни. Хоть как. Но когда мужчина старше, он знает, что она глупенькая, поэтому так делает. И он ей прощает. А если мужчина младше, и трудно ему это понять, что она глупенькая, она же старше. Поэтому тяжелее. Но даже если мужчина младше, а женщина старше, ничего страшного. Надо продолжать жить, и мужчина должен становиться мужчиной, а женщина должна становиться женщиной. Потому что женщина, когда в себе женские качества развивает, она приближается к ребенку в жизни. Она становится очень смиренной, означает, ведет себя как ребенок. Хотя она может быть очень разумной при этом, но с мужем как ребенок себя ведет. А мужчина, когда развивается, он ведет себя в семье очень ответственно, серьезно с женой. Что значит серьезно с женой себя вести? Это значит позволять ей ее глупости. Серьезно с женой вести не означает ее мучить своими демагогиями. Серьезно с женой себя вести означает не обращать внимания. Спокойно ко всему относиться. И тогда женщина будет очень сильно ценить мужчину. Она будет, у меня такой муж, он лучше меня. Потому что я, что вытворяю дома, не хочу даже говорить. А он спокойно к этому относится. Понимаете, о чем я говорю? Серьезность в мужчине означает дать женщине в личной жизни возможность вести себя так, как она может. Капризничать там, вытворять что-то. Это факт, что женщина сама должна уже думать, как ей дальше быть. Потому что у женщины сердце находится снаружи, а у мужчины внутри. Женщина сама почувствует, что что-то не то. И будет вести себя с мужем получше, когда муж дает ей возможность быть самим собой. Понимаете, начинают строить правильные отношения уже в семье. В этом случае. Но мужчина должен внутри быть строгим, а снаружи мягким. Женщиной. Значит, он серьезный мужчина. Несерьезные мужчины как себя ведут? Они постоянно мучают женщину снаружи, а внутри над собой не работают. Означают недоразвитый, несерьезный мужчина. Ну, любой мужчина какой есть. Вот тебе такой дан, значит, ты несерьезная женщина. Как серьезная женщина, как себя выглядит серьезная женщина? Серьезная женщина не означает, что она развита в бизнесе, крутая, пальцы веером, у нее есть своя машина, квартира там, и работа крутая. Нет. Это означает несерьезная женщина. Серьезная женщина как выглядит? Серьезная женщина очень верит мужа, семью, очень сильно верит в личную жизнь и уделяет личной жизни максимум внимания. А также она очень серьезно занимается духовной практикой. Так серьезная женщина себя ведет. Несерьезная женщина не понимает важности вот этих вещей в своей жизни. И поэтому она ведет себя в бизнес, уходит в деятельность. Означает, уходит от своей судьбы, от своей жизни фактически. Понятно? Видите, серьезный мужчина, он в семейной жизни выглядит как-то странно. То есть он не препятствует женщине, не мучает ее. Вроде бы как несерьезно себя ведет. Почему он не мучает жену? Почему он ее там не наезжает там? Потому что он серьезный. Он знает, что женщина в личной жизни имеет право на капризы. А в чем его серьезность заключается, серьезного мужчины? В выполнении своего долга и в духовной жизни. Он серьезен в молитве и в работе. А дома он, веды говорят, мужчина должен быть как лев на работе и как ягненок дома. Он спокойно дома себя ведет, никого не трогает. На работе как лев. Значит, серьезный мужчина. Аккуратно со всеми обращается. Женщине дают возможность ее совести раскрыться. Потому что сначала женщина может буйствовать в личной жизни, капризничать, упрямиться. Но потом она начнет понимать, что у нее очень хороший муж и начнет вести себя по-человечески. Это от сердца происходит у женщины. Если мужчина постоянно мучает жену, то у нее от сердца ничего не будет происходить. Она будет просто обижена и мучить его в ответ. И все. Видите, серьезным мужчинам быть непросто. И серьезной женщиной тоже, кстати сказать. Проще быть деловой женщиной или деспотичным мужчиной. Мы с девушкой жили 4 года. Все равно, видите, по личной жизни. Люди как бы, вроде тема учеба, но она никому не нужна. Эта учеба всем нужна, личная жизнь. Там страданий больше намного. Мы с девушкой жили 4 года. В последнее время стало тяжело. Она приняла решение расстаться. Через месяц я решил помириться. И даже сделал ей предложение. Но из-за этого времени у ней появился другой. Один из страхов, мешающий ей вернуться, что я буду упрекать ее в измене до конца дней. Это же говорят подруги ее. Я ее простил и принял. Это как свое наказание. Она не верит. Что делать? Все, что Бог дает, надо принимать. Девушка ушла к другому. Значит, так Бог хочет. Не надо тельняшки рвать. Ты привязан к этой девушке. Но это не любовь. Любовь означает, дай ей возможность жить, как она хочет. Это любовь. Она хочет с другим встречаться. Пускай встречается. Можно сказать все свои слова. Можно сказать, возвращайся. Я исправлю все. Буду делать как надо. Можно сказать это. И сказать себе, я буду делать как надо. Можно так сделать. Но надо себе задать вопрос, почему же я так унижаюсь? Она уже с другим встречается, а я ее тяну к себе. Почему я так унижаюсь? Потому что в твоем сердце живет постыдная привязанность. Это не любовь. Это унижение. Ты не даешь жить просто другому человеку. Ты думаешь, что все в этом мире вокруг тебя крутится. Что ты пуп земли, самый главный центр. И что эта девушка обязательно твоей должна быть. А почему не другого человека? Почему твоей? Это значит недоразвитость. Недоразвитость. Даже если эта девушка станет твоей, почему ты думаешь с недоразвитым сердцем, что ты будешь правильно с ней себя вести? Это невозможно. Почему? Потому что сердце недоразвитое не может прощать. Сердце недоразвитое не может быть благородным. Оно не может быть неуниженным. Потому что вот эта униженность постыдная означает как раз уже неправильное поведение. И в таком поведении нормальная семья не может создастся. Ты сказал, я готов принять тебя после него. Почему ты это сказал? Потому что ты привязан. Это не любовь. Любовь означает, она свободна, я свободен. Мы встретились, у нас развиваются честные отношения. Честные означают, что в них больше нет других людей. Ни у нее никого нет, ни у меня никого нет. Если такого нет в отношениях, зачем тебе тогда с этим человеком встречаться? Не будет же честных отношений. Зачем тебе это нужно? Чтобы обманывать себя и ее? Допустим, ты встречаешься с мужчиной, и оказалось, что он еще не разведен. До свидания. Привязалась уже, скрипи зубами. Счастлив человек тогда, когда он поступает правильно. У человека близкого кто-то есть, скрипи зубами. Нельзя дальше с ним строить отношения. Его выбор расстанется с ним, вернется, пожалуйста, попробуем еще раз. Ничего страшного. Но если ты тянешь ее из этих отношений, тех, которые в ней сейчас есть, это постыдная привязанность. Это не означает любовь. Потому что она права на сто процентов, что когда ты ее вытянешь, и у тебя начнутся отношения, хоть хочешь ты, хоть не хочешь, но ты ей не простишь, что у ней был другой парень. Почему? Потому что сердце-то у тебя слабенькое. Слабенькое. Оно не может прощать. Потому что прощение-то приходит вот когда. Когда она начала с другим гулять, вот тогда и прощай. Прости ее за это и дай ей возможность жить, как она хочет. Хорошо, ты ее простил, дал ей эту возможность. Теперь ты говоришь, Бог хочет, чтобы мы были вместе. Посмотрим. Она гуляет с ним, уже не хочет гулять. И она говорит, я хочу вернуться к тебе. Ты говоришь, хорошо, но одно условие. Что теперь мы развиваем отношения так, чтобы мы встретились и расстались, но у нас других людей уже не будет. Больше. Не у меня, не у тебя. Мы встречаемся и расстаемся столько, сколько нам надо, для того, чтобы создать семью. Или разойтись со всем. И она говорит, идет, я согласна. Или я подумаю, хорошо, думай. Или она говорит, я подумаю. Да не надо думать, не надо думать, давай встречаться. Это постыдная слабость сердца, которая разрушит твою жизнь. Дай ей подумать. Она подумала и сказала, нет, я не смогу. Хорошо. Тогда можно сказать, прощай со всех вокзалов, поезда, уходят дальние края. Понимаете, это будет нормально. Человек должен быть честен перед своей судьбой. Потому что, что ты к ней лезешь-то сейчас? Потому что ты к ней привязан. Ты посмотри в свое сердце и спроси в него, ты хочешь жить с женщиной, которая тебе изменяет уже раньше, чем с тобой познакомилась? Сердце скажет, нет, я не хочу. Зачем тогда ты это делаешь? Потому что ты к ней привязан. Привязанность — это не способ жить. Это способ изувечить свою жизнь. Изувечить. Многие женщины привязаны к мужикам, с которыми они живут в тайных отношениях много лет. И не могут создать семью себе. Из-за чего? Из-за того, что они привязаны к чужому мужчине. Это постыдная слабость сердца, ее надо разорвать. Бросить немедленно этого человека. И стать честным перед своей собственной судьбой. начать жить для своей судьбы. Для того, чтобы встретить честного человека и родить от него честного ребенка. И такая честная жизнь, счастливая жизнь, настоящая. Но для того, чтобы жить такой жизнью, сначала надо сердце свое воткнуть нож. Нож разлуки с тем, с кем ты жить не должен. И здесь точно так же надо сделать. Она уже встречается с другим. Зачем эта постыдная слабость нужна? Дай ей возможность жить так, как она хочет. И это и есть любовь. Любовь означает дать человеку возможность жить так, как он хочет. Муж говорит, я хочу уйти из семьи. Хорошо, мой дорогой, как ты считаешь нужно? Но я буду молиться за нашу семью, потому что я хочу, чтобы она была сохранена. Но ты решай, как ты считаешь нужно. Муж пошел с другой жить. Пожалуйста, мой хороший, я буду молиться за нашу семью. Муж нажился с другой, пришел назад. Пожалуйста, мой хороший, но я буду жить с тобой сейчас. Но близко я с тобой не буду, пока ты не раскаешься в своем поступке. Я буду жить с тобой, я твоя жена. Я никуда не делась. Но пока ты не раскаешься в своем поступке, я не увижу, что ты раскаялся в своем сердце. Я не буду с тобой близких отношений строить, хотя ты можешь жить рядом со мной. Вот это настоящий человек. Но быть настоящим можно только с помощью Бога. У человека нет таких сил, чтобы так жить. У человека нет сил, чтобы дать человеку другому, выбирать, кого хочешь, уходить или приходить. У нас нет таких сил, потому что мы здесь очень слабые. Мы слабые существа и зависимые. Поэтому веды говорят, человек должен в своей жизни всегда молиться святому человеку, чтобы зависеть от светлой силы, которая дала ему светлую жизнь. Вот так, как я вам говорю, жить надо, но это светлая жизнь. Она дана только для тех, кто со светлыми силами себя связывает в жизни, кто постоянно молится кому? Святому человеку. У нас в сердце какая молитва звучит? Знаете, какая? С утра мы просыпаемся. Хочу работу, хочу денег. Хочу, чтобы у детей все было хорошо. Это означает вера. У всех одна и та же здесь вера. Примерно. Мы верим, что Бог мне будет давать подарки. Это означает неправильная жизнь. И все люди, которые так живут, так как они скупцы по своей природе, поэтому они мучаются всю жизнь. Бог с ними, с такими людьми, не имеет никаких отношений. Имеют отношения его законы. Хоть эти люди и молятся Богу постоянно и просят у него здоровья своим детям, здоровья себе, хорошей жизни, хорошей зарплаты. Это означает скупая жизнь. Те люди, которые по-настоящему живут для Бога, они встают рано утром. И чтобы выгнать из сердца эту постыдную слабость, желание наслаждаться жизнью и просить все для себя, они молятся святому человеку о том, чтобы служить ему и чтобы свою жизнь жить так, как он хочет, а не так я хочу. Чтобы выполнять его волю, означает правило, которое он мне говорит для жизни. А не то, как я хочу жить. И такие люди уже защищены Богом. И удача приходит в жизнь таких людей. Удача приходит в их жизнь. Но эта удача, она непростая штука. Ее надо заслужить вот таким самоотверженным желанием жить честно. И в данном случае, что является удачей? То, что ты в сердце своем отпустил этого человека. Потому что проблема в том, что сердце не отпускает. Ты бы хотел, но не можешь. Если человек связывает себя со святостью в жизни, сердце отпускает. Она говорит, пожалуйста, хочешь жить с этим человеком? Живи. Нет проблем. Хоть ты мне близкий друг, но я разрешаю. Мое сердце отпускает, потому что оно пропитано святостью. Понимаете, как это делается? Во что ты веришь, таким ты становишься. Веришь в святого человека. Хочешь верить в святого человека? Он дает тебе эту силу свободы. А если ты хочешь верить в свою судьбу, и чтобы у тебя это иметь, моя судьба в чем заключается? Чтобы эта девушка у меня была. Эта девушка. Симона. Девушка моей мечты. Симона. Королева красоты. Постыдная слабость. А Симона уже с другим общается. Да значит, что ты будешь страдать. Помолись, чтобы вера у тебя в Бога стала. Бог ее отвел от меня. Значит, так надо. Это священный закон. Зачем я буду туда лезть? Я же не знаю последствий. Я не знаю, что будет в моей жизни с этой девушкой. А Бог знает. Поэтому он от меня ее и отвел. Система хорошая? Вам понравилось? Система очень хорошая. Она описана в ведах с древних времен. «Если разошлись с мужем, хотя в браке, не могу наладить личную жизнь. Что делать? хотя в общем, я так понял, что разошлись, остались браки. Не могу пытаться вернуть мужа. Веды объясняют. Смотрите, раз мы уж про личную жизнь говорим, про учебу никто не хочет ничего спрашивать больше. Кому, маме или девочке? Ну, смотрите, девочка не пишет свое имя. Ну, значит, у нее такое развитие. Вот она так развивается. Это хорошо. Девочка не пишет свое имя. Надо понять, у нее есть болезнь какая-то или нет. Бывают болезни развития. Означает, каналы тонкие нарушены у ребенка, и он не развивается как надо. Для этого существует йога. Ребенок занимается йогой, каналы восстанавливаются. Закаливание, массаж с маслом пробивает канал и прочищает у детей. Можно лечиться ветками корой. Я пробиваю там в клинике эти каналы тонкие, интеллект у детей восстанавливается. Теперь, нет признаков нарушения интеллекта. Допустим, ребенок просто не пишет. Значит, надо понять, что он делает. Потому что, если ребенка нормальный интеллект, значит, он куда-то развивается. Куда-то развивается, понимаете? Не в написании своего имени развивается, а куда-то в другое место. И надо понять, куда. Может быть, у него развитие идет, восприятие этого мира. Может, он рисовать скоро начнет красиво. Или он начнет стихи сочинять. Вот, допустим, в 4 года я не писал свое имя. Но мама мне рассказывала стихи, читала, а я их слушал и запоминал. И разок меня поставили на телегу, это было в 4 года. На остановке мы стояли, там автобуса не было, все ждали автобус. Это было в маленьком городке на Урале. Там автобусы ходили редко. Меня поставили на телегу возле остановки. Я целый час рассказывал людям стихи, которые мама мне. И все заслушались, все окружили меня. Мама сказала, вот ты тогда уже начал эти способности проявлять к лекциям. Мне было 4 года. Я встал и начал стихи рассказывать. Спасибо. Дядя Степа великан там и так далее и все, и понеслась. Но писать я не умел. Надо понять, чего ребенок может и двигаться в этом направлении. Но есть одна проблема. Знаете, в чем проблема заключается? Я ее вчера описывал, что мама хочет, чтобы ребенок был как все. Вот это яд, который убивает ребенка. Если она будет его заставлять писать, она убьет в нем стремление как к развитию полностью. 4 года уже будет убито стремление. Потом очень долго его придется восстанавливать. Не трогайте ребенка. Дайте им возможность развиваться туда, куда он развивается. Пускай он будет хоккеистом. Правильно. Пускай он будет кем угодно. Пускай он развивается туда, куда он развивается. И можно выключить уже мобильный телефон. Это у нас правильно будет каждое слово. сейчас. Так. Так. Идите в часть вас. Идите в часть вас. Посмотрите, сейчас я им все объясню. Посмотрите, для чего вы хотите, чтобы дети были здоровы? Почему вы хотите этого? Давайте сейчас. Да. Можно молиться и за детей, и за своих, и за своих родителей. детей. Но надо понять сначала, как. Вот смотрите. Женщина приходит к врачу и говорит, я не для себя стараюсь, для своего ребенка. Он говорит, стоп, это одно и то же. Почему? Потому что ты хочешь здоровья ребенка для того, чтобы им наслаждаться. Когда ребенку становится хорошо, тебе тоже становится хорошо? Не может быть, а точно. Так оно и есть. Потому что если было не так, ты точно так же молилась за здоровье другого ребенка. С этой точки зрения лучше сделать так. Смотрите, ваш ребенок болен. Найдите еще одного ребенка, который болен, и молитесь за двоих сразу. Бог примет эту молитву в 10 раз лучше. Это означает уже не совсем эгоизм, но вы должны помочь ребенку вылечиться. Как помочь? Надо правильно понять, как молиться. Это целая наука. Потому что Бог не обязательно должен на нее реагировать, на вашу молитву. Он любит бескорыстие в людях. Ответ Бога может быть таким. А я специально дал болезнь этому ребенку, чтобы ты больше молилась. Поэтому зачем мне его сейчас вылечивать? Молись дальше? Бог ведь дает все специально для того, чтобы мы развивались. У нас свое мышление, у него свое. Вы подумаете, зачем мне тогда молиться за его здоровье? Еще хуже будет. Видите, логика Бога уже пошла у вас. Молитесь за духовную жизнь ребенка. Вот ребенок заболел. Молитесь, чтобы у ребенка все было хорошо. И скажите Богу, если ему надо болеть для того, чтобы развиваться, пускай болеет. Если ему надо выздороветь для того, чтобы развиваться, пускай выздоровеет. дайте Богу решать за своего ребенка, а не самой. И вы увидите, как чудо произойдет. Спасибо. Вы увидите, что эта молитва сработает. Почему? Потому что мы насилуем Бога молитвой. Как если по этому поводу такой анекдот, самолет падает, 150 человек в ней и одна женщина. Господи, помоги нам всем, мы не хотим разбиваться. И голос Бога такой в самолете раздается. Так я вас пять лет вместе собирал. Надо в это время что делать? Раскаиваться надо, просить прощения. Они говорят, помоги, не хочу разбиваться. Какое тебе дело, разбиваться или не разбиваться? Ты наказан. Когда человек в углу стоит, он не должен орать, я не хочу в углу стоять. Он должен сказать, прости меня пожалуйста, я больше так не буду. Вот тогда сработает. Я не хочу, чтобы мой сын болел. Ну и что? Мало ли что ты хочешь. Я хочу, чтобы у моего сына было благо. Если ему благо болеть, значит пусть болеет. Если ему благо выздороветь, пускай выздоровится, пускай он развивается духовно, пускай он духовно станет сильнее. И молиться, и молиться, и молиться, и молиться, и в какой-то момент волю Бога вы увидите о нем. Означает, вы увидите, что лучше и вашему ребенку. И вы будете счастливы, даже если он будет болеть. Потому что вы будете видеть, что эта болезнь развивает вашего ребенка, делает ему лучше, он становится сильнее, крепче. В Эрведе говорится, что если человека оградить от всех болезней, он помрет. Почему? Потому что он потеряет возможность защищаться. Организм должен болеть, чтобы защищаться от болезней. Нужно болеть. Мы этого не знаем. И так видите, мы не знаем, надо болеть ребенку или нет, а молимся, чтобы не болел. Почему? Потому что мы хотим наслаждаться здоровьем ребенка. Мы не знаем, что лучше ему. Поэтому человек должен понять, как молиться. Надо изучать эту тему. Это серьезно. Поэтому очень благодарен вам, что вы отметили мои слова. это скупая жизнь. Молиться за свое здоровье, здоровье своих детей, это скупая жизнь. Вы отметили это и обратную связь сделали. Сказали, ну как это Олег Геннадьевич скупая жизнь? Что это не должна помогать своему ребенку быть здоровым? Должна. Вы сами должны помогать ему. Это ваш долг. Но если вы обращаетесь к Богу, обращайтесь к Нему правильно. Ваш долг помогать мой долг. Но я также обязан ему сказать, как жить правильно, иначе это будет междвежья услуга, понимаете? Молитесь за них. Опять так же, Господи, пожалуйста, дай ему возможность развиваться духовно. Если ему болезнь, это дает развитие, то пускай болеет. Если здоровье, пускай выздоровеет. К вам это имеет отношение, потому что иначе бы эти вопросы не задавали. Всегда, когда человек о чем-то думает, значит, это к нему имеет прямое отношение. Правильно. Допустим, ты упахиваешься на работе, организм начал болеть, говорит, не упахивайся, иначе хуже будет. Правильно, это здравый смысл. Болезнь это предупреждение всегда, предупреждение. Иногда болезнь наказание, иногда это хорошо, иногда это плохо. Надо всегда пытаться избавиться от болезни, это раз, и всегда надо делать выводы от нее. Например, ты заболел, не значит, что не надо лечиться. надо лечиться, но сделать выводы, почему ты заболел. Недавно увлеклась аромотерапией и аромодиагностикой. Могли вы как подсказать, как расширить свои познания в этой области. Расскажите о лечении маслами в вашем центре, как можно удаленно получить это знание. Я даю целый семинар по своим методикам, которые люди могут использовать, несложно использовать. У нас есть фестиваль на Азовском море. Туда люди приезжают на две недели и там живут. Туда приезжает также Максим Володин отсюда. Это очень хорошее специалист, вам повезло, что он здесь живет. И он тоже приезжает, мои друзья приезжают, мы проводим эти различные лекции, тренинги. И две недели люди вот так живут, варятся в этом. Теперь вы спрашиваете, а как удаленно выучиться? Веды говорят, выучиться означает аромат одного переходит к другому человеку. Вы можете удаленно зачинать детей? А в одном месте находится в другом раз, ребенка зачали. Можете, нет? Нет. А передавать ведическое знание еще тяжелее, зачинать детей. Это должно происходить от сердца к сердцу, понимаете? Я вам приведу пример. У меня ребята сейчас учатся, я с ними провожу занятия, потом они практически все выполняют. Прошло время, я смотрю, эффективности никакой нет. Я начал анализировать, в чем отклонение от ведического знания, потому что ведическое знание всегда работает. И нашел это отклонение. Учиться человек должен, только находясь всегда рядом с преподавателем. Во всем. И поэтому мы поменяли систему. Сейчас один учит другого. Если один чему-то выучился, он учит другого человека этому. и всегда можно передавать только от личного общения. Вот допустим, вы решили научиться быть хорошей женщиной, чтобы семейная жизнь была хорошая. Как это сделать? Один способ. Найдите женщину, которая уже имеет хорошую семейную жизнь. У нее уже успешная семья. И спрашивайте ее советов, и всегда делайте так, как она говорит. От нее перетечет вот эта энергия к вам. И может многие вещи она вам и не скажет, но в сердце так, как это попадет, вы будете интуитивно делать как надо, и у вас будет хорошая семья. Ведическое знание работает не через логику и факты, цифры, оно работает через сердце. Поэтому как я лечу маслами, я не могу вам это объяснить просто логикой. У меня есть информация, все, но это не поможет. Нужно общение, практика, понимаете? Нужно сесть в кружочек, понюхать эти масла, друг к другу поприкладывать там, почувствовать, как это индивидуально подбирается. И тогда вы мои методики сможете понять. Кто из вас был? Поднимите руку. Там на фестивале кто-то был? Здесь? Да, сейчас фестиваль стал очень популярным и к сожалению мы можем принять пока только 450 человек и они наполняются буквально за две недели регистрации. Поэтому уже за два месяца до начала фестиваля не было места. Следующий фестиваль будет 700 человек где-то мы планируем. Я надеюсь, что мы сможем набрать такой и тогда уже полегче будет попасть. В сентябре. В сентябре. Да? Подскажите пожалуйста как влияет как как скоро стану специалистом по расшифровыванию кодированного текста. Как сбалансировать свою чувствительность, не брать все близко к сердцу, особенно негативную информацию, помогать другим, но слишком ну то есть как помогать и при этом не пропитываться как бы их энергией. Хороший вопрос. Вот допустим вчера я приехал с лекции и почувствовал, что много людей после моей лекции были чем-то неудовлетворены. то есть я говорил правду, но она иногда имеет горький вкус, и люди как бы они уходили с лекции некоторые и чувствовали ну как-то вот что-то не то, неудовлетворенность, она передалась в мое сердце. Я сел рано утром напротив из-за возражения своего наставника, включил его голос, начал повторять молитву. постепенно мое сердце стало твердым в знании, молитва стала твердой, я обрел счастье и почувствовал, что эти люди тоже успокоились в результате того, что мы связаны с ними. Они обо мне думают, я о них, но я предался наставнику, не то, что я о них думал в это время, я о них не думал в это время, я думал только о молитве и о наставнике, о том, что его знание является правильным и что ошибок никаких нет. Я предался его знанию, его наставлениям и в результате люди сами собой успокоились. Почему иногда мы кому-то помогаем и в сердце становится плохо? Почему? Потому что между нами есть связь, я помогаю человеку, он сомневается в моей помощи. Между нами есть связь, так? Поэтому помоги сначала самому себе. Сначала научись молиться, научись верить наставника, научись верить в Бога. Человек никому помочь не может. Мы маленькие частички Бога, мы не можем быть, а кому вообще кому мы можем помочь? В чем наше могущество заключается? Смотрите, мы находимся в полной зависимости во всех отношениях. смотрите, если кислород убрать, мы помрем за пять минут, воду убрать, мы помрем за неделю, пищу убрать, мы помрем за месяц. Мы находимся в полной зависимости от того, что здесь происходит. Без солнца мы не сможем жить, без земли не сможем жить. Мы сами себя не рожаем, нас рожают, и сами себя из этого мира не забираем, мы сопротивляемся, но нас забирают. видите, мы полностью зависимые, да, в этом мире, и при этом считаем, что мы крутые. Вот в этом и заключается проблема. Это означает, что мы не понимаем себя. Веды говорят, что душа по природе зависима. У нас природа зависимая, не зависимая природа, а зависимая. Хоть мужчина, ты, хоть женщина, не имеет значения. Мы зависимую природу имеем. означает могущество так же, но могущество в зависимости. Могущество в зависимости. И разок у нас, как я узнал, что такое могущество в зависимости, сейчас расскажу. Я узнал это, когда мне было 12 лет. У нас возле дома росла кукуруза, много кукурузы, и мы ходили собирать кукурузу. Просто из дома ходили через дорогу, и там росла кукуруза, мы ее рвали, варили, потом и кушали. Я забирал кукурузу, и ко мне подбежал мальчик, которому было 8 лет, и отнял у меня кукурузу. Я думаю, вот это да, 8 лет мальчика. Взял, отнял у меня кукурузу, думаю, нахал. Взял, короче, у него вырвал эту кукурузу всю, и дал ему подзатыльник. проходит 5 минут, приходит 5 мальчиков по 14 лет, и говорят, ты что, ты знаешь, на кого ты наехал? Забрали у меня кукурузу, так как я во всем раскаялся, они меня не били, но кукурузу всю забрали, и припугнули, что еще раз будешь обижать нашего мальчика, а он такой гордый стоял, что он меня победил, то получишь тогда как положено. А теперь беги отсюда. Я побежал. А что делать? 5 человек. На самом деле мы все такие здесь. Мы все абсолютно беспомощные, мои хорошие, беспомощные. Придет время, спасибо за подтверждение, придет время, и мы ничего не сможем сделать, ни со смертью, которая придет к нам, ни с трудностями, ни с печалью, ни с депрессией, ни с чем. Если человек делает это все своими силами, он попадает в жуткую проблему в своей судьбе, в жуткую проблему. Поэтому весь этот мир, вся эта жизнь учит нас научиться правильной зависимости. Надо найти себе наставника, представителя Бога, молиться ему в своей жизни, и эта сила Бога войдет в сердце, и мы почувствуем себя как частичкой Бога, сияющей частичкой Бога. И жизнь наполнится огромной силой. Вот эта сияющая частичка Бога может кому хочешь помочь. Может кого хочешь спасти, может кому хочешь помочь. Все, что угодно можешь сделать, чем больше ты наполняешься силой Бога, тем больше возможностей помогать, безграничной возможности. Но сначала надо почувствовать свою зависимость, иначе помочь невозможно. пока ты считаешь, что ты сам помогаешь, ничего не будет работать как надо. Понятна система? Система передачи от одного к другому, также ароматерапия. Я могу объяснить, но все равно вы не сможете с помощью масел что-то сделать. Для этого надо, чтобы передалось, а это означает более глубокие отношения, чем объяснить. надо показывать все, общаться и передастся вот эта вот возможность помогать с помощью масел. мне 41 год. Всегда стремлюсь к самосовершенствованию, к духовному знанию. К сожалению, это не смогло отстранить меня от тяжелой болезни. Не факт, что я отстранюсь от тяжелой болезни. Придет время и она может прийти ко мне. Помните, Серафиму Саровскому дали по хребту, у него переломался позвоночник, хотя он уже был тогда совершенной личностью. Бог может дать болезнь человеку в любой момент. Я знаю много возвышенных святых, которые заболели в свое время. И некоторые из них даже погибли от болезни. Болезнь не зависит от того, развита или нет. Она приходит иногда как судьба просто и все. и мы не можем сказать, что я развит и поэтому ко мне болезнь никогда не придет. Точно так же человек может идеальным в семейной жизни быть, но не факт, что обязательно у него сохранится семья. Может так случиться, что и не сохранится. Потому что мы в этом мире ничем не управляем. Есть более высокие законы. Это факт, что если человек правильно живет, он меньше болеет. это факт. Это факт, что когда он правильно живет, ему легче справиться с болезнью. Это факт. Но не факт, что она не придет. Болезнь может прийти к любому человеку. Конечно, когда человек развит, он может легче с ней справиться или легче понять, что она непреодолима. Например, святой человек может понять, что болезнь непреодолима. С ней ни за что не справиться, и он не будет тратить время на эту болезнь. Только святой человек может это понять, что Бог хочет его забрать уже, все. Я сейчас вам расскажу эту историю, на которой я сейчас основывал свой ответ. Несколько лет назад начали меня лечить традиционной медициной, антидепрессанты, транквилизаторы и так далее. Поставили диагноз маниакальная депрессия, шизофрения. Если дали инвалидность, не вижу смысла своей жизни, после знакомства с вашими видеолекциями стараюсь придерживаться к образу жизни, который описан в ведах. И так далее. Не всегда удается. Не можете ли сказать, безнадежен ли мой случай? Сейчас живу с мамой на селе. Больше двух дней над нее не могу отлучаться. Она тоже болеет. Возможность получить помощь минимальная. Смотрите, то есть я могу такую вещь лечить с помощью коры и веток деревьев. Ну, то есть уже многие люди, которые, не все, но многие, которые приезжают к нам с психическими заболеваниями, вылечиваются. То есть психическая болезнь означает, что есть каналы, которые забились. И кора прочищает эти каналы. У меня есть однородственник, который вылечился из психического заболевания, шизофрения. Тоже просто я ей поставил кору, она поносила два года и все. Сейчас у меня нет приступов. Ну, видите, на это нужны средства. То есть нужно все равно приехать к нам там, где брать средства. А можете пойти, вот зайти на наш сайт, зарегистрироваться труснов.ру. Там есть много хороших, добрых людей. Вот ко мне на сайт заходит сейчас тысяч 50, по-моему, там подписчиков. Ну, и бросьте клич, скажите, дайте мне возможность вылечиться, помогите мне, добрые люди. Помогите. Кто-то пожертвует вам деньги обязательно. Вы съездите, полечитесь. Понимаете, если попасть в общество лебедей, там может быть помощь, а в обществе ворон нет. Вот, допустим, вот этот центр, который вам организовал лекции, это общество лебедей. Я сегодня вечером буду объявлять их проекты, им нужна какая-то помощь. Не всегда они концы с концами сводят, нужно просто иногда будет у кого есть деньги, чуть-чуть подбрасывать денежек туда. И это означает очень добрые дела делать. Может быть, центр возьмет и организует вот этот фонд помощи. Мы тоже будем льготно этих людей как-то лечить. нам нужно 20 часов времени для того, чтобы одного человека лечить. Мы тратим на него 20 часов времени. И у нас работает больше 20 сотрудников. Это означает, что все равно это что-то стоит. Мы не можем людям денег не платить за работу. Поэтому какие-то мы лечим бесплатно монахов, но у нас ограничены возможности бесплатного лечения. Ученика с духовным учителем должны быть очень близкие отношения. Цитата из книги одного святого человека. Как это возможно, если, как часто бывает, учитель живет в другой стране, Россия, Индия, и не очень много учеников? Как в таком случае происходит общение, наставничество? Не являются ли такие отношения формальными? Замечательный вопрос вообще, замечательный вопрос. Смотрите, я сажусь рано утром молиться своему духовному учителю. Я начинаю ему молиться. Хочу быть полезен ему. Вот это желание быть полезным, оно связывает меня с ним. Я начинаю чувствовать его как личность, чувствовать его качество. Я хочу жить для его наставлений и начинаю чувствовать, что он доволен мной. Это реальное ощущение. Это не то, что фантазия какая-то. Приведу другой пример. Вы влюбились и вы чувствуете, что близкий человек тоже вас любит, хотя с ним не разговаривайте. У вас только такая связь через взгляд. Вы чувствуете, он тоже любит, и я его люблю, но пока мы стесняемся разговаривать. Что-то не дает, у нас нет силы подойти друг к другу, но связь же есть. И вы когда засыпаете вечером, вы чувствуете, что он тоже о вас думает сейчас. Такое бывает или нет в жизни? Бывает. Так вот, такое бывает всегда в жизни, всегда, когда есть близкие отношения. Они всегда существуют, понимаете? и если у вас просто с женщиной близкие отношения, вы перенимаете ее качество, становитесь похожим на нее. Если с мужчиной, то вы от него перенимаете качество, а если со святым человеком близкие отношения, значит, вы перенимаете его святость, то есть наполняетесь энергией Бога. Поэтому веды говорят, человек может в жизни с женой иметь близкие отношения, с детьми, но это все на втором месте стоит. Главное, чтобы у него были близкие отношения с святым человеком. Близкие отношения не означает ля-ля-ля-ля-ля с ним делать. Вот кто задал мне записку, он не понимает, что такое близкие отношения. И спасибо, что задал, потому что никто другой тоже не понимает. Я сейчас вам буду объяснять, что такие близкие отношения. Это очень сокровенная вещь. Вот смотрите, мы траля-ля-ля-ля, траля-ля, муж с женой делает каждый день. У них близкие отношения или нет? Чаще всего нет. Муж с женой живут рядом. Кажется, что у них близкие отношения. То есть они все обсуждают друг с другом там и так далее. Кажется, что близкие отношения. Но если бы они знали, что такое близкие отношения, они бы никогда не сказали, что у них близкие отношения. У мужа с женой отношения эгоистические по своей природе. Они хотят наслаждаться друг другом, это уже не означает близкие отношения. Это не близкие отношения. Близких отношений люди служат друг другу. Конечно, муж с женой могут очистить свои отношения, и они станут близкими. Как эти отношения тогда между мужем и женой, близкие отношения отличают от обычных? Знаете как? Когда близкие отношения наступают между мужем и женой, у них в этих отношениях есть святая вера друг в друга. Вопросов о том, кто уйдет от кого, не стоит вообще. Этих вопросов просто нет. Просто нет этих вопросов. Эти люди благодарны Богу, что Бог послал им такого человека в жизни. И если близкий человек ошибается, они с удовольствием его прощают. Это называется настоящие, возвышенные, чистые отношения. На чем они строятся? На глубоком ощущении чистоты своего близкого человека. И святой веры в его чистоту. Теперь, что мы хотим чувствовать от мужа и жены? Чтобы он удовлетворял мои чувства. Мы хотим чувствовать от него чистоту? Нет. Мы хотим, чтобы он делал мою жизнь приятной. Это не близкие отношения, это эксплуатация называется. Теперь у меня вопрос, а как построить близкие отношения с мужем? А для этого надо садиться, несмотря на то, что муж, находится рядом, можно подойти и с ним поговорить. Но этот разговор не сделает близких отношений, потому что близкие отношения устанавливаются в сердце, когда люди находятся на расстоянии друг от друга. Видите, это касается также духовного учителя. Мне вопрос задан. А если он далеко, как с ним близкие отношения устанавливаются? Точно так же. Потому что если ты с мужем рядом находишься, это не значит, что ты установишь с ним близкие отношения, если будешь с ним ля-ля-троля-ля говорить. Я больше вам скажу, что у меня есть один друг, который испортил свою жизнь духовную. Знаете как? Тем, что он начал служить близко своему духовному учителю, то есть моему учителю. Он начал ездить с ним везде, служить ему очень близко. И в какой-то момент он мне сказал, я потерял это чувство, которое у меня было раньше духовному учителю, потому что я видел его много в разных ситуациях. Это называется внешняя жизнь, понимаете? Внешняя. Он слишком много ля-ля-троля-ля с духовным учителем делал, и в результате его внутреннюю связь, вот эту настоящую близкую, с ним потерял. Не знаешь, что всегда так бывает? Ну так иногда бывает. Иногда слишком много отношений вот таких внешних, они разрушают близкие отношения. Они помогают. Смотрите, люди пока не встречались друг с другом, их любовь была гораздо чище и светлее. Самая светлая любовь бывает, когда люди просто смотрят друг на друга, так? Потом начинают общаться, встречаться, уже такой светлости в любви уже нет. До этого они очень сильно верили друг в друга, а когда пожили друг с другом, уже такой веры нет. Поэтому надо периодически садиться в молитве, устанавливать близкие отношения сначала со святым человеком. Эти близкие отношения с ним дают какое чувство? Что он светлый, чистый, возвышенный человек. И это чувство настоящее по отношению к нему. Самое главное и самое настоящее. Потом надо молиться о благе, о духовном благе своих близких. Это не является эгоизмом. Молиться о духовном благе близких, не эгоизм. И в этом молитве за своего мужа жена начинает чувствовать чистоту мужа. Все больше, больше, и больше, и больше. И в какой-то момент у нее меняются отношения с мужем. Она с ним начинает нежнее и мягче разговаривать. Его разговор меняется. И когда она закрывает глаза, когда его нет, она чувствует, с каким чистым и светлым человеком она живет. Вот сейчас закройте глаза. Вспомните своего близкого человека. Вы его вспоминаете как чистого, светлого человека или просто как человека? Или как человека, который вас задолбал? Вот и решите, какие у вас отношения. Если вы вспоминаете как просто обычного человека, ну, как бы у меня муж, мне не повезло, Олег Геннадьевич, просто не понимаешь, что у меня муж вот обычный, невозвышенный Олег Геннадьевич, понимаешь? Не понимаешь просто этого Олега Геннадьевича. Вот у меня особый случай, у меня исключение. Это значит, что у вас нет близких отношений с мужем. Если вы вспомнили, как чистого светлого человека, значит есть. Если вы вспомнили, что он вас замучил, значит у вас невежественные отношения с ним вообще. И семья может вообще развалиться ваша. Хоть вы можете иметь пять образований. И хоть вот тысячу раз работаете над собой. Но настоящая работа над собой означает работа над отношениями. Многие люди не понимают, что такое работа над собой. Они закаливаются там, они там правильно кушают, вегетарианцами становятся. И все больше гордятся собой в это время. В это время как бы все остальные как жили, так и жили. И они думают, он уже такой чистый, возвышенный. И он думает, фу, как я живу с этими подонками. Так это ты не чистый, возвышенный стал, а ты совсем деградировал, мой хороший. Потому что ты не знаешь, что такое развитие. Развитие-то означает совсем другое. Что ты все ближе и чище воспринимаешь своих близких людей, что больше и больше им прощаешь. Вот это развитие означает. А все остальное это просто самообман. Понимаете, о чем я говорю? Настоящее развитие возможно по милости старших только. Вот я вам сейчас передал сокровенное знание. Как вы к нему отнесетесь? Я не знаю. Я вам сказал то, что я знаю. Это сокровенное знание. Что надо чистоту своего старшего, своего наставника в сердце своем беречь. И дальше с этой чистотой пытаться воспринимать всех остальных людей. Мы завтра будем на это все отвечать, потому что здесь по семейным отношениям... Лен, слышите? Сегодня вечером мы будем по семейным отношениям читать. А завтра утром будем отвечать на эти по семейным отношениям записки, потому что тема будет соответствовать. А сегодня люди как бы пришли по другим целям совсем. По учебе есть вопросы? А вот, если нет духовного наставника, можно ли в сердце принять учителем человека, который не берет учеников? Можно, а почему нет? Смотрите, любого человека можно принять в своем сердце наставником. Как это делать? Очень просто. Просто поставить изображение и молиться, кланяться человеку. Он не берет учеников. Это его отношения. Знаете, многие наставники не берут учеников. Это их отношения с Богом. Они говорят, я не считаю себя учителем. Это означает хорошо, означает смирение. Но знания, которые тебе близки, и как это будет влиять на мою жизнь. Хорошо будет влиять? Хорошо? Я считаю наставниками своими многих людей. У меня не один наставник, у меня много наставников. Даже тех, которые не считают меня как бы... Понимаете, вот этот статус учителя, это очень высокий статус. И его только отреченный человек может на себя взять. А многие люди просто занимают духовной практикой и могут кому-то помогать. Можно считать в своем сердце их наставниками. Но они не считают, что кто-то является для них учеником. Это хорошее отношение, правильное. Это означает, что нет шансов возгордиться. Так? И нет шансов вот эти вот слишком близкие отношения устанавливать. Вот так? Но знайте, что если вы будете получать наставление от кого-то, придет время, и вы получите в жизнь человека свою, который будет считать себя вашим наставником. Это уже милость Бога. Но такие отношения надо заслужить. Это непросто. Бог не всем дает такие возможности. Это подарок. Теперь вопрос. У вас вообще нет человека, который мог бы быть вашим наставником, хоть он хочет, хоть он не хочет. Что это значит? Это значит, что я гордый просто. И все. Это значит гордость. Почему? Потому что наставниками все являются. Вы думаете, что Бог не дает знания? Я вам сейчас объясню. Смотрите. Первым наставником для человека является его мать. Потому что, когда женщина рожает ребенка, Бог действует через ее сердце. И она самое лучшее желает своему ребенку. Означает, является наставником. То есть энергию Бога передает ему. На самом деле, у каждого человека есть наставник. Хотим мы слушать его наставления? Нет. Вот в чем вопрос. Смотрите. Муж и жена – это наставники друг друга. Жена – это наставник мужа. Муж – это наставник жены. Как они получают наставления? Чаще всего. Знаете как? Муж знает, что нужно жене изменить в своей жизни. Но он боится ей говорить, потому что она не хочет слушать. Она будет ругаться, когда он ей скажет. Или обижаться. Так? Жена знает, что нужно изменить мужу. Но она не говорит ему, потому что боится его обидеть. Но наступает момент, когда они очень много острых слов друг другу говорят. И потом они выходят из равновесия и искренне, искренне начинают говорить друг другу правду. Говорят, ты скотина такая. Живешь, как не знаю кто. Хватит мучить всех вокруг. Хватит смотреть на чужих мужиков. Жене, допустим, он говорит. И он говорит ей правду. Чистую правду. Но неправильно. В неправильной форме. Почему? Потому что в правильной-то она не хотела принимать. Если бы она вот смиренно подошла к мужу и сказала. Пожалуйста, скажи правду обо мне. Много-много раз. И в какой-то момент он бы почувствовал, что да, она не будет обижаться. И он сядет и всю правду скажет. Это будет наставление. Но видите, проблема подключается в том, почему мы не хотим наставников, не имеем наставников. Потому что мы их не хотим. В этом мире все наставляет. Вот когда мы видим дерево, это наставление. Что мы видим? Что живое существо очень терпеливое по своей природе. Оно стоит неподвижно и терпит все, что Бог не даст. Обрежут ветку, оно ничего не говорит. Терпению можно научиться у дерева. Мы видим кошку. Она все время расслаблена. Хоть так ногу поставь, хоть так. Все вот так и остается. Это значит, что надо в жизни все принимать так, как кошка. Быть такой же спокойной. Расслабленной. Мы видим собаку. Когда мы видим собаку, что мы видим? Полная верность. Мой господин, слушаюсь и повинуюсь. Полная верность во взгляде. Это божественная верность от собаки идет. Почему собак любят? Потому что они верные животные. Волки неверные, тоже похожи на собак. Но когда мы видим, смотрим в глаза волку, у него взгляд очень напряженный и подозрительный. У него нет никого, кому бы они верили в волки. Хотя то же самое животное внешне. Но собаки, они верны. Поэтому они рядом с человеком находятся. Более развитая форма жизни. У собаки можно научиться верности. Принять ее как наставником в этом вопросе. У пчелы можно научиться коллективному мышлению. Если ты хочешь, чтобы в твоем коллективе все хорошо было, сядь рядом с ульем и смотри, как пчелы живут. Ты получишь это настроение. Того, что надо делать все вместе. Те, кто разводит пчел, знают, насколько это удивительные насекомые. Они знают, что нельзя, допустим, улей ставить слишком далеко от цветков. Потому что пчела, она не жалеет себя для того, чтобы принести нектар в улей. Она просто износит свои крылья и помрет по дороге. И поэтому они ставят поближе, чтобы пчелы летали не так далеко, чтобы не сильно уставали. Потому что пчелы сами себя беречь не будут. Они будут до последнего жить для этого улья. Для последнего приносить нектар. И иногда пчелы, они приносят нектар. И иногда они хотят чуть-чуть покушать меда для того, чтобы силы получить. Они в этот мед как бы залазят. И там они прилипают к нему. И этот мед начинает как бы все больше и больше проникать в них. И в результате они пьянеют. И они как бы начинают роиться там вот так, кружиться в экстазе. Но когда они очухиваются от этого счастья, они опять летят за нектаром. Так живут чистые души. Иногда они счастливы друг с другом. А иногда они служат Богу. И очень большие трудности испытывают в этом служении. Но чистые души никогда не живут для себя. Пчела никогда не живет для себя. Она готова погибнуть для того, чтобы лететь за нектаром и приносить его. Если ты хочешь посмотреть, как работает хорошая организация, где нет сбоев, проникнись этим духом пчел. И у тебя, если ты руководитель, будет такая организация. Бог тебе даст такую возможность. Но сначала тебе это настроение надо получить. Таким образом, природа учит нас много чему. Но мы не хотим смотреть на нее. Мы не хотим слушать. Почему? Потому что мы гордые. Вот смотрите. Самое лучшее молоко – это то молоко, которое выросло из коровы. Лучше не сделаешь. Зачем нужны различные химикаты, стабилизаторы, стелилизаторы? Зачем это все нужно? Это все только портит молоко. Так? Самый лучший кабачок – это выросший просто на грядке без всяких химии. Так? Самое лучшее удобрение для кабачка – это какашки тех же самых животных, которые рядом с ним ходили. Если ты как бы умный человек, ты будешь подкладывать именно эти какашки, а не что-то другое. Потому что их создал Бог. И тогда кабачок вырастет самым настоящим и вкусным. Так? А если ты будешь создавать что-то другое, то ты только испортишь ему жизнь. Вся наша культура и цивилизация, она основывается на чем? Что мы создаем что-то другое. В результате мы портим себе жизнь. Город – это не место для здоровой и счастливой жизни. Село – место. В каком случае? Если оно еще не оскверлено цивилизацией. Если там не так много машин, не такие большие дома. Так? Все как можно более естественно, ближе к земле, ближе к природе. Означает опять то, что сделал Бог совершенное. То, что сделал люди, только все опошляют. Почему? Потому что они пытаются конкурировать с Богом. Понимаете? Они пытаются с Ним соперничать в своем сердце. Результат печальный. Вся наша культура сейчас в этом направлении движется. Как есть про Брежневу анекдот такой. В этой связи. Он читает перед аудиторией. Аудиторией читает. «Народ и партия идут на говно». Что-то не понял. «Народ и партия идут на говно». Опять не понял. Он говорит, Леонид Ильич, переверните страницу. «Народ и партия идут на говно гу». Анекдот мне очень понравился. Потому что первое было более правильно, чем второе. Пока люди не будут жить для Бога, будет такой результат. Потому что Бог уже все сделал совершенным образом. Не надо ничего и передумывать. Не надо строить большие дома. Надо делать так, как Бог создал. Не надо создавать новые продукты, новые лекарства. Вот сколько вы не возьмите коралловых кубов, гербалайфов. Простая трава лучше, чем все эти смеси. Просто простая трава лечит лучше, потому что она создана Богом. А если ты хочешь сделать смесь, чтобы она работала лучше, чем простая трава, делай ее с молитвой. Так работает Айрведа. Все лекарства делаются с молитвой. И в этом смысл. И тогда эта смесь будет работать, как простая трава. Самым совершенным образом. Самое лучшее лечение – это даже не трава. Это солнце, земля, вода, лес. Это самое сильное и мощное лечение. Это я вам говорю честно и правда. Ничто так не может помочь человеку в здоровье, как солнце, вода, горы, лес. И люди разумные так и лечатся. Они едут на природу просто и все. И они получают здоровье в результате этого. На природе надо поклоняться этому всему. Поклоняться означает уважать в данном случае. Некоторые люди едут в лес. Ну что они там делают? Бутылки достали, шашлыки достали. Магнитофон включили. Там поели, попили, поехали. Они лес получили, нет? Очень маленькую капельку. Очень маленькую капельку. На дальней станции сойду. Трава по пояс. Да? И без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском. Помните песню? Означает правильное мышление. Человек должен слиться с природой, если он хочет быть здоровым. Должен остаться наедине с деревьями. И сначала будет жутковато. Почему? Потому что человек не знает, что там делать. Знаете, что можно делать на природе и оставаться на природе? Только молиться. Только молиться. Или помогать природе. Если ты заботишься об этих деревьях в лесу, в которых ты остался, ты можешь весь день там ходить и заботиться. Ты не устанешь. Но если ты будешь просто ходить, ты устанешь и уедешь оттуда. Через полчаса уже. Или ты молишься там, среди деревьев ходишь. Или ты заботишься о деревьях. Понимаете? Когда человек живет в божественном устройстве, он будет там правильно жить автоматически. Автоматически. Это естественное лечение. Если человек не хочет кушать, это началось лечение голоданием. Вот только в том случае, когда пища отвращение, не надо кушать. Это лечение голоданием будет. Так животные лечатся. Не хочется кушать, лечись голоданием. Тебе поможет. А это уже другой вопрос. Это называется уже фанатизм. Я изучал эту тему. У меня был один друг, который писал диссертацию по длительному голоданию. И вывод был такой, что чаще всего длительное голодание приводит к чрезмерной чувствительности психики. И люди, которые занимаются длительным голоданием, они потом, к сожалению, становятся психически неустойчивыми. Это факт, что длительное голодание может очистить организм. Не факт, что все вылечит. Не факт. А что было длительное голодание? Ну, как бы он изучал голодание больше трех дней. От трех там до десяти. Веды говорят, самое лучшее голодание – это однодневное голодание. И лучше всего голодать в определенные дни, которые уже Бог дал. Допустим, в понедельник человек голодает для того, чтобы более теплые отношения были в семье, близкие отношения с людьми. Не хватает близости с людьми – голодай в понедельник. Если ты гневливый или обидчивый – голодай во вторник. Если ты не можешь общаться в обществе – гармоничные отношения устанавливать. Голодай в среду. Если ты не можешь верить ни во что – голодай в четверг. Если у тебя нет счастья в жизни – голодай в пятницу. Если ты болен тяжелой болезнью, если ты в тюрьме, если ты чувствуешь, что жизнь дала трещину, и у тебя кто-то умер там, и тебе тяжело – голодай в субботу. А если у тебя нет нормального положения в обществе, ты безответственный и ведешь асоциальную жизнь, голодай в воскресенье. Есть особые дни, когда человек может избавиться от демонического влияния. Тогда человек должен голодать на одиннадцатый день восходящей, на одиннадцатый день нисходящей луны. Эти дни называются икадаши. Это описано в ведах. Эти дни человек избавляется от злых влияний, темных сил. Силам света себя отдает, голодая в эти дни. Два раза в месяц. Голодая на религиозные праздники, человек получает особую милость Бога. Например, там Христос воскрес и голодаем весь день. Получаем милость Бога, да? Есть разные виды голодания. Один вид голодания человек насухо голодает. Этот вид голодания предназначен для повышения духовной силы. Сухой пост дает человеку духовную силу. Дальше. Пост на воде дает здоровье. Человек постится и воду пьет. Вымывает шлаки. Дает здоровье. Пост на овощах сырых, сырые соки овощные человек пьет. Он очищает свой организм от шлаков. Вернее, каналы прочищает в организме. Тонкие каналы прочищает. Восстанавливает долголетие, увеличивает долголетие пост на овощах, на сырых. И дает силы жить, побеждать болезни. Пост на ягодах восстанавливает обмен веществ. Пост на фруктах дает оптимизм человеку. Дает ему радость в жизни. Тонус повышается. Пост на зерновых продуктах дает человеку способность трудиться. Силу к труду увеличивает. Склонность к труду. Но зерновые пищи поститься особым образом надо. То есть надо очень долго жевать зерна, чтобы на них поститься. Надо очень долго их жевать, чтобы они превращались даже не в кашу, а просто растворялись во рту. Их так надо есть. Если ты постишься на зерновых, ты можешь столько съесть, сколько ты будешь вот так есть. Пост на зерне. Пост на молоке дает человеку возможность избавиться от бесплодия. Пост на молоке также избавляет от таких чрезмерных каких-то черт характера тяжелых. Но пост на молоке можно совершать только, если человек духовно силен. Потому что иначе этот пост может нанести вред здоровью. Иногда хорошо пост на молоке совершать, если пить молоко разбавленным. Там один к трем с водой, допустим. Пост на коровьей моче очищает организм от токсинов и шлаков. Надо пить коровью мочу тоже разбавленным, один к пяти где-то с водой, с теплой. Пост на водке приближает человека к аду, к чертям. Некоторые на дне водки живут, это называется запой. Тоже пост. Он даже не закусывает. Где-то человеку в возрасте хотя бы раз в год нужно проходить очистительные мероприятия для того, чтобы очиститься от шлаков. Называется панчакарма в Айрведе. Это мероприятие, которое проводится под наблюдением врача. И иногда врач советует длительный пост также. Но он сам решит, что тебе нужно. Или клизмы, или пост, или пиявки. Он сам выберет для очищения. Но если человек сам по своей воле постится по 5-7 дней, он может угробить свое здоровье. Потому что это уже медицинское мероприятие. Это не то, что мы сами можем делать. Если вы уже так делаете и чувствуете, делайте. Это значит, Бог вам подсказал. Но это является исключением. Так некоторые люди могут есть только сырую пищу в жизни. И вообще больше ничего не есть. Это индивидуальная вещь. Один из 50 человек может только одной сырой пищей питаться. Все остальные могут этим разрушить свое здоровье. Также один из 50 человек может поститься насухо или, допустим, с водой длительный пост сделать. И это ему поможет в здоровье. Но они все так могут делать. Бог иногда подскажет индивидуально человеку, что ему надо делать. Значит, это ваше. Но если сейчас вот все здесь попробуют, все вместе вот так попробуют пять дней попаститься, вот все вместе, то будет много трупов просто. Это все индивидуально. У нас пора заканчивать. Надеюсь, что вы не зря сюда пришли, да? Нормально? Вам все понравилось? Потому что необычный формат. Мы беседуем о разном, так? Одновременно. Такой формат нет. Уже все, мы должны заканчивать. Вам благословение дать? Мужу вот это вопрос. Мужу благословение. А что он делает, ваш муж? Сюда, на лекции. И за это ему дать благословение? С болезнью? А как? Обвенчаться? Вот это записка или нет? Смотрите. Да не плачьте спокойно. Вот это, да? Я не буду читать, просто про себя прочитаю. Я даю благословение вам. Не ему, не ему, а вам. На то, чтобы вы смогли принять свою судьбу. Потому что сейчас, потому что вам нужно знание сейчас. Вы сейчас спорите со мной, но вы слушаете. Вам нужно знание о том, что вы должны понять, что жизнь человека не обсуждается им. Вот какой муж дан, такой дан, благословение вам дать на то, чтобы ваш муж стал другим, я не могу. Потому что тоже не могу, тоже не могу такое благословение дать. Нет. Почему? Потому что это Бог решит. Примет он его или нет? Вот смотрите, вы Бога приняли сейчас или нет? Вы уверены? Нет. Вы не приняли Бога. Потому что я говорю одно слово, а вы пять в ответ. Вы не оправдываетесь. Вы же сейчас со старшим и говорите. Итак. Итак, вы сейчас успокаиваетесь и смотрите на меня. Благословение означает принятие. Человека невозможно благословить, если он не принимает. Я даю вам благословение, что вы примите свою судьбу и примите... Молчите. Примите свою судьбу и примите мужа таким, какой он есть. Если вы примите мужа таким, какой он есть, то Бог сделает так, что он станет лучше. Но если вы не примите мужа таким, какой он есть, то Бог будет мучить вас дальше. Потому что он поэтому вас и мучает, что вы сами очень бунтарский и несмиренный человек. Молчите, 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 моя хорошая. Не надо мне ничего говорить назад. Это ведь благословение. Научитесь принимать судьбу. Научитесь принять мужа таким, какой он есть. Радуйтесь ему таким, какой он есть. Примите его. Простите ему то, что он не хочет принимать Бога. И когда вы это сделаете, Бог обрадуется тому, что вы сделали, и муж начнет меняться. Потому что сейчас такой муж вам дан только по одной причине, что вы другого не заслуживаете. Потому что вы хоть и считаете себя верующим человеком, но вы по своей природе в сердце своем бунтарь. Бунтуете, понимаете, в сердце, бунтуете. А надо принимать учиться, принимать. Хорошо? Я думаю, достаточно, потому что нам надо сейчас всем желать счастья. Когда человеку дают благословение, он не требует еще одного дальше. Он переваривает первое сначала. Спасибо вам, что вы приехали. Давайте всем учиться желать счастья. Будем, сядем прямо. Кто вот на эту лекцию приехал первый раз? Самый первый раз? Вот вы до этого не были на моих лекциях? Только на этой первый раз? Слушали? Знаете, как желать всем счастья, да? Кто не знает, поднимите руку. Кто не знает? Хорошо. Я для вас скажу. Это то, что мы сейчас будем делать, это дает человеку избавиться от страданий. Только практика избавляет от страданий. Практика, направленная не на себя. Мы сейчас будем учиться бескорыстию. Это единственное, веды говорят, единственное спасение человека. Это занять себя в деятельности, в которой он о себе забывает. И деятельность эта должна быть направлена на святого человека. Вспомните любую икону, изображение, что есть святой человек. Просто подумайте, что он есть. Клантись этому человеку и просите ему, чтобы он кому-то помог. Кому-то конкретно, кого вы знаете. И говорите в своем сердце себе одну только фразу. Я хочу быть полезной тебе. Я хочу быть полезной. А так-то ты святой человек, ты хочешь всем помогать. Помоги ему, помоги ему. А вслух мы будем в это время, вот вы так настраивайтесь, такой настрой в уме. А вслух надо повторять, я желаю всем счастья. Потому что когда человек повторяет, я желаю всем счастья, то он находится в правильном ключе жизни в это время. И надо тверже и сильнее в сердце повторять, я желаю всем счастья. И при этом хотеть, чтобы помогло этому человеку. И знать, что я не обладаю счастьем, а мое пожелание счастья принадлежит этому святому человеку. Это он является той силой, которая поможет. Понятный настрой? И все время мысленно, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным. Я хочу быть полезным, я хочу забыть про себя, я хочу служить другим. Помоги этому человеку, помоги этому человеку, помоги этому человеку. Когда человек так настраивается, то какой результат? Его сердце начинает появляться ощущение, что этот святой такой чистый и возвышенный. И что он действительно этому человеку помогает. Когда такое чувство в сердце возникнет, сердце возрадуется счастьем и поймет, как жить на этой земле. Это будет называться пробуждением, потому что веды говорят, что пока человек не живет для других и для Бога, он как спит все равно, что в своей жизни. Его жизнь проходит зря. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Вам всем счастья, любви, знания и всего самого лучшего. Я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли на эту беседу, задавали свои вопросы. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До вечера. Спасибо вам. Особенно тем, кто уже ходит не один год. Я уже многих запомнил в лице. И рад вас всех видеть. Спасибо вам большое.